Мисиво, село в Лискинском районе Воронежской области, входит в состав Ковалевского сельского поселения. Мисиво, хутор в Медвежьем углу Лискинского района, расположен на границе с Острогорским районом. До хутора от села Ковалева, где находится администрация сельского поселения, мимо села Милахина, идет асфальт, проложенный еще в СССР. Тогда в Мисиво было почти 200 дворов. Хутор начал пустеть в перестройку, а в середине 90-х молодежь переехала из неперспективного Мисиво в Лискин, Острогорск или Ковалева. При этом неподалеку тянули газ, и хуторяне могли относительно недорого провести его в свои дома, но дружно отказались. Пожилые люди побоялись утечек и возможных взрывов газа, поэтому продолжили топить дровами. В Мисиво постоянно живут 6 человек. Олег Власов с супругой Натальей, которым чуть за 40, и одинокие пенсионерки. Для четырех бабушек Олег – это свет в окошке, ведь он обеспечивает их водой, теплом и светом. Это статья от 2016 года. Каждый день на несколько часов Олег Власов подает воду в колонке, стоящей на единственной улице ветеранов. Для этого Олег проходит полкилометра к старой водонапорной башне, нажимает кнопку, и вода заполняет 7-кубовый резервуар. Весной и осенью хватает на неделе две, а летом на неделю. В 2015 году за счет районного бюджета по улице проложили несколько сотен метров водопроводных пластиковых труб, заменив прежние проржавевшие. В домах воды нет почти ни у кого. Старушки не стали тратиться, пользуются дворовыми колодцами и уличными колонками. Два раза в неделю на хутор привозят хлеб, остальные продукты раз в две недели. У Олега есть машина, поэтому соседки при надобности обращаются к нему. Власовы живут в стареньком домике, купленном родителями Олега под дачу в 1993 году. Супруги прописаны в Лисках, сдают там квартиру. Их 16-летний сын заканчивает в Лисках школу, живет у дедушки и бабушки. Наталья работает в райцентре на РЖД, Олег отвозит ее на машине к электричке за 7 километров до станции Пухова. Чтоб жена оттуда ехала на работу. И так же встречает. Крыши каждого третьего домика в Миссиво покрыты камышом, а брошенные погреба во дворах выложены плитами из мела. Вокруг много меловых гор, поэтому меловые блоки на юге области издавна использовали для хранения продуктов. Мел держит постоянную прохладу и молоко в таком погребе долго не скисает. Главное напасть Миссиво и окрестных хуторов – ландшафтные пожары. Весной отброшенного окурка на заброшенных подворьях горит сухая трава, которую некому выкашивать. Олег каждый год борется с огнем, съедающим порой и пустые хаты, и брошенные сараи. Жительницы улицы Ветеранов ветераны и есть. Бывшие колхозные доярки. В свои дни труженицы доживают в родном хуторе, давно похоронив мужей, с которым прожили по 30-40 лет. Ганне Федоровне Киселевой, 77 лет. У нее пятеро детей, 10 внуков и 14 правнуков. Ее соседке Ольге Власовне Литвиновой, 84 года. У нее четверо детей, 9 внуков и 10 правнуков. Бабе Дуне Бурляевой, 80 лет. Нажила четверых детей, семерых внуков и трех правнуков. Самая молодая пенсионерка Миссиво, 64-летняя бывшая учительница Надежда Журавлева. У нее дочь и два внука. Надежда знает историю своего хутора. В здешних краях жил помещик по фамилии Мисс, отсюда и Миссиво. Нашему хутору примерно 300 лет. Он всегда был самым богатым в округе. В соседнем Милахино издавна землю пахали, пшеницу сеяли, а у нас скот держали. Тут жили, по одной из версий, потомки запорожских казаков. А я слышала, что где-то тут протекала речушка миссей, робко вставляет баба Оля, отсюда и Миссиво. В домиках старушек деревенский уют, чистые занавески на окнах и коностасы черно-белых фотографий. Я своих молодых порой прошу помочь крышу подправить, что-то на огороде сделать. А они мне, мама, давай к нам переезжай. Это чтоб самим ко мне сюда не ехать, вздыхает баба Ганна. Если б не Олег, мы бы тут вообще загнулись, говорит баба Оля. Он и еду привезет, и дров наколет, и газовый баллон прикрутит на место, и воды нам накачает, и деньги на мобильник положит. В любое время дня и ночи ему звоним, если что надо. Дай бог, чтобы он тут подольше пожил. Олях чешет затылок и осторожно говорит. Вряд ли мы останемся тут до старости. Сына выучим, на ноги поставим, а дальше, скорее всего, в Лиске вернемся. Если б нам своих детей, внуков, правнуков собрать на нашем хуторе, то полсотни человек набралось бы, мечтает слух баба Дуня. Глядейший магазин бы открыли, клуб заработал, голоса детские зазвучали, а нынче только ветер воет, да куры кудахчут. И вдали у Олега бычки мычат, иногда собаки лают, а ночью тут тишина.